Всем привет! Мобильный оператор МТС отменил архивацию тарифа Мойсмарт для Москвы и области. К тарифу можно будет подключиться и после 3 апреля 2020 года, и условия соответственно не изменятся. Но во многих регионах России Мойсмарт уже обновлен с 17 марта 2020 года. Старая версия отправлена в архив, а для подключения доступна новая версия тарифного плана Мойсмарт. Рассмотрим изменения на примере Челябинской области. Изменения коснулись основных параметров тарифа. Да еще как коснулись! К ним относятся размер пакетов минуты СМС, размер пакета мобильного интернета и размер абонентской платы. Система изменений проста. Пакеты стали значительно меньше, а абонентская плата заметно выше. Пакет минут расходуется на местные номера и номера МТС России. Пакет СМС только на местные номера. Сейчас на своем экране вы можете видеть параметры тарифов Мойсмарт. Сверху Мойсмарт 0.9 2018. Старая версия. Снизу новая версия. Мойсмарт. Рассмотрим несколько примеров. В старой версии тарифа 500 минуты СМС, а также 20 гигабайт мобильного интернета, стоили 210 рублей в месяц. В новой версии 500 минуты СМС, а также 15 гигабайт мобильного интернета стоит 350 рублей в месяц. Мобильного интернета на 5 гигабайт меньше, а абонентская плата на 66% выше. Если сравнивать не по параметрам, а по размеру абонентской платы, то можно привести следующий пример. Старая версия. За 315 рублей в месяц можно было подключить 1200 минуты СМС, а также 30 гигабайт мобильного интернета. Новая версия. За 325 рублей в месяц, на 10 рублей дороже, можно подключить 300 минуты СМС, а также 15 гигабайт мобильного интернета. Получается, что теперь две самых дешевых версии с минимальными пакетами стоят примерно столько же, сколько раньше приходилось платить за максимальную версию. Сейчас мобильные операторы поднимают размер абонентской платы во многих регионах России, там где ранее были установлены низкие цены. Что нужно делать в этой ситуации? Не спешить переходить со своего архивного тарифа на новый и надеяться, что мобильные операторы в ближайшее время не начнут закрывать выгодные архивные тарифы и переводить абонентов на другие тарифные планы. Полагаю, что в Москве и области изменения отменили по двум причинам. В Москве мой смарт и так не является очень выгодным тарифом – скромные пакеты за не особо скромные деньги. Новый тариф должен был быть запущен 3 апреля 2020 года, что выпадает на объявленный недавно карантин. МТС решил отменить изменения. А вот сможет ли это сделать мегафон, обновление тарифов которого намечено на 2 апреля 2020 года. Что победит – разум или одержимость? А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.